Всем привет! В эфире Кэт, и ты смотришь Puzzle English. Давай сегодня вернемся к основам. Давай научимся отвечать на вопрос How are you? Немножко более развернуто, чем I'm fine. Любимый ответ русских I'm fine. Давай посмотрим, как можно по-другому ответить на этот вопрос. Я, кстати, иногда слышу, что говорят, что это ошибка, говорить I'm good. На самом деле это не так. I'm good и I'm well имеет одно и то же значение, что у тебя все хорошо. I'm good относится к жизни, к вещам в целом. I'm well может также быть о твоем здоровье. Кстати, иногда тебя прям спрашивают, тебе задают этот вопрос. Are you well? Have you been well? Is your mom well? То человек интересуется именно здоровьем. Чтобы звучать немножко более как native speaker, можешь туда добавить слово pretty перед well или good. I'm pretty well. I'm pretty good. Да, тогда это прям добавляет такой налет немножко нативности. А если ты хочешь подчеркнуть, что у тебя прям вообще все же зашибись, можно сказать I've never been better или сократить never been better эту фразу. So far so good. Да, пока все хорошо, все отлично. Can't complain. Замечательная фраза, не могу жаловаться. Can't complain. Как правило, это, знаешь, когда у человека очень все клево, и он не хочет как-то хвастаться, что прям у него и бизнес идет, и на личном фронте все клево. Ну, чтобы не раздувать вот этого, говорят. Can't complain. Все круто. Есть такой смешной ответ. Можно сказать better than I deserve. How are you? Better than I deserve. То есть у меня дела лучше, чем я того заслуживаю. Но это такая юморной ответ. Еще один юморной ответ. If I had a tail, I would wag it. If I had a tail, I would wag it. Если бы у меня был хвост, я бы им сейчас вилял. Собачники поймут сейчас этот прикол. Когда у тебя все неплохо, да? Ну, нормально. Ты можешь сказать I'm okay. Ну, это немножко скучновато. Можно сказать I'm alright. Кстати, еще слово alright может использоваться как раз как приветствие. У меня, например, есть друг, который все время говорит You're alright? You're alright? И ты думаешь, ну, как бы... Я сначала думала, только переехала я в Англию, я думала, он меня реально спрашивает, а все в порядке? Ну, нет, это вместо привет. Типа, привет, как дела? И на него и отвечать можно также, да? Alright? Alright. Вот как бы вы поздоровались. В контексте, кстати, если человек к тебе подходит и спрашивает тебя Are you alright? С тобой все в порядке? Это такой уж более целенаправленный вопрос. И это, как правило, если что-то происходит, там кто-то закашлялся, да? То есть, видимо, с человеком нужно удостовериться в том, что у него все в порядке. Тогда задается вопрос Are you alright? Так, значит, дела у тебя нормально? Можно ответить So, so, not so bad, неплохо, could be better, могло быть и лучше, same old, same old, да все как обычно, все как всегда. Есть такая, знаешь, когда у тебя, как бы, вот почти плохо дела, но пока еще нормально. Можно так сязвить, сказать I'm alive, я жив, или I'm surviving, я выживаю. Особенно, я думаю, это было актуально во время карантина, да? How are you? I'm surviving, ну, как-то вот выживаю. Good enough, можно ответить. Good enough, довольно хорошо. Можно ответить очень длинно и прикольно. Можно сказать I'm alright now, but there's still time for everything to go horribly wrong. Типа, сейчас все в порядке, но всегда есть время для всего вот этого пойти немножечко по звезде. Есть у нас такое выражение в русском языке. Есть флиртовое выражение, когда ты такой хочешь проявить чарм немножко, тебя спрашивают, how are you, как дела? Ты говоришь Better now that I'm talking to you. Сейчас я говорю с тобой, прям как-то сразу стало лучше. Ну и подходим к концу уже. Если дела плохо у тебя, ну можешь человека подготовить, да, к тому, что у тебя плохо. Если ты скажешь I'm not gonna lie, сама фраза I'm not going to lie подразумевает, что сейчас что-то будет I'm not going to lie, I feel terrible. Не буду врать, чувствую себя ужасно. I'm not doing so well, можно сказать. I'm struggling a bit. Да, у меня немножко тяжело идет. Вот так я бы перевела. It's been a bit of a tough week. У меня тяжелая неделя. I'm not having an easy time at the moment. Можно это все совместить, да. I'm not going to lie. I'm not having an easy time at the moment. Не буду врать, у меня сейчас не самое простое время, не самые простые времена. Можно, если ты не хочешь, чтобы тебя дальше расспрашивали, дать понять, что у тебя все плохо, но типа даже не спрашивай, да. Don't even ask. Или don't ask. Даже не спрашивай. Можно сказать you don't want to know. Ты даже знать этого не хочешь. Ну и если ты себя чувствуешь физически не очень хорошо, можно сказать, обожаю эту фразу. I am a bit under the weather. Or I'm feeling a bit under the weather. То есть как бы, да, под погодой что? Нет, на самом деле эта фраза означает, что физически не очень хорошо себя чувствуешь. Ну и мой любимый, пожалуй, ответ. Нет, когда тебя спрашивают, как ты, как у тебя дела, ты отвечаешь overworked and underpaid. Слишком много работы, слишком мало платья. Вот так ты можешь отвечать на вопрос how are you. Надеюсь, что ты будешь использовать эти варианты вместо I'm fine. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok